Я рад, что мышление наших боксеров начало наконец-то меняться, я очень этому рад. Я уже устал это слушать, а потом мы отскребаем их с рингом. Всем привет, меня зовут Тимур Архангел Никулин, я чемпион хайп-реалити и хардкорфайтинга. Качественные спарринги идут. Тимур как? Тимур хороший, так и зарубистый пацан. Они не получат внимания. Спарринг-партнеры мощные, я люблю, когда меня бьют. Здорово. Все сегодня будет, как думаешь? Слушай, сегодня просто что, покажем, какие должны быть правильные, что такое вообще правильные спарринги для боксеров. В гостях опять же у нас Макс Пулемет. Всем привет. Тимур Никулин здесь. Мои боксеры, ребята, здорово, они вот у них заключительный спарринг, да, перед боем. Посмотрим, кто будет приходить, будем смотреть. Будем распределять всех по парам. Покажем, что такое качественные, настоящие спарринги. Давайте в двух словах о профессиональных спаррингах в Калифорнии боксинг. Какие они должны быть, на мой взгляд. Я учился, опять же, сами знаете, где. Там мне было это привито, обоснованно и доказано, что спарринги, они, конечно, вот не могут быть традиционны для нас в ключах вообще, как это у нас это происходит обычно. Ринг заходит сразу. Те люди, которые есть в зале, разбиваются по парам, долбятся там, меняются пары, да. Очень важный момент, ребят, мы никого не судим. Мы никого не осуждаем. Все имеет место быть. Делюсь своим опытом. В спарринге в Калифорнии боксинг такие. У каждого есть свое время и своя пара. Отталкиваемся от того, кого, когда, какие бои. Если у профессионалов бои, именно для них их спарринг-партнеры, которые там антропометрически, по весу подходят оппонентам в боях. Первое. В ринге всегда двое. Когда в ринге много народу, ты спаррингуешь, там подошел, там, ой, извини, пожалуйста, случайно, пока вот это все облизались, поцеловались. Нет, все, ушел. Ты у фокуса не ушел. Внимание. У меня с тобой, со спарринг-партнером, фокус внимания. Я должен понимать, где находятся канаты. Я должен понимать, где находится мой соперник. Я должен чувствовать тайминг, знать регламент. Я сегодня пытаюсь научить в культуре спаррингов. Слава богу, сначала было тяжело. Люди возмущались вначале, почему так долго мы тут ждем. Там, давай сразу зайдем 2-3 пары. Я говорю, нет, ребят, 2-3 пары, это как шпроты в банке, понимаешь. Да, я все время должен быть в моменте. Я все время должен чувствовать соперника, чувствовать канаты, слышать тренера. Второй момент очень хорошо, таким образом, имитируется сам бой. Потому что в бою в ринге только он и его соперник, а все остальные это зрители. То же самое здесь. Сейчас заходит сюда пара, все остальные, кто их ждет, это зрители. И это немножко добавляет такого легкого комфорта, легкого адреналинчика. То есть тебя приближает это к реальному бою. Третье. У нас всегда на спаррингах отдых 30 секунд. То есть всегда, везде там отдых минута. Наши таймеры заряжены всегда только на 30 секунд. В первое время все возмущались, да как это так, это же тяжело что-то как-то. А сегодня, когда ты привыкаешь к этому регламенту, то в бою минута для тебя уже какой-то, ну, отпуск. Вот, отпуск, ты абсолютно правильно сказал, Лев. То есть если ты свой организм годами приучаешь восстанавливаться за 30 секунд, минута для тебя потом покажется просто отпуском. Всем привет, меня зовут Тимур Архангел Никулин. Я чемпион хайп реалити и хардкор файтинга. Почему ты приходишь в Калифорнию боксинг, платный спарринг? Потому что Алик, это мой старый знакомый, и я начинал свой спарринговый путь именно здесь. Когда я готовился на бой в 2021-м в Кайбате, я начал спарринговаться здесь. И мне по душе приходи сюда, потому что здесь, во-первых, хорошо относятся к спортсменам. И, во-вторых, то, что здесь очень качественные спарринги идут. Здесь никак везде там 10 человек в ринге нет. Здесь вот одна пара выходит, побоксирует, как будто ты выходишь на мировую арену, на мировой ринг. Честно сказать, мне вот именно вот этот большой зал мне нравится. Пойдемте за мной, я вам покажу. Именно с этого зала я начинал вот, именно вот такой ринг мне нравится, он маленький. Тяжело будет куда-то убегать. А тот уже более профессиональный, легендарный спарринг-партнерка Рэн. Он, кстати, мне сказал, что он тебя разорвет. Да, он всегда разрывает меня. А все почему? Потому что у него коуч Алик. Сколько я тебе думаю, куда интеграться? Да. Опять же, я стараюсь заботиться о каждом, кто приезжает на спарринги. Так, чтобы не было такого, что ты приехал. Люди сюда приезжают из Подмосковья, из других городов. Спорт этим мы и благодарен этим людям за доверие. Сегодня, спустя годы, такое понимание, что если ты хочешь качественные спарринги, ты едешь в Калифорнии боксинг. Если ты хочешь любые другие, пожалуйста, куча других залов, где ты можешь сэкономить время, распарринговать и уйти. Но здесь только про качество. Боксер понимает, что он приедет, он по своему весу получит хороший, качественный спарринг. Столько раунда, сколько ему нужно. Мы распределим, мы все сделаем. В Америке, в зале Фредди Роуча, вайлдкардбоксинг, спарринги начинаются в 10 утра. И выйти ты можешь в ринг в 5-6 вечера. Со всего Лос-Анджелеса люди приезжают именно туда. В ринге всегда двое. Почему? Потому что люди всегда понимают, да, он приедет, да, он подождет, но он получит классный, подходящий для его боя спарринг. Поэтому все эти ребята, они приезжают сюда. Слава Богу, я не как у Фредди Роуча до 6 вечера, но часа по 3-4 здесь спарринги идут. Я рад, что мышление наших боксеров начало наконец-то меняться. Я очень этому рад. Я счастлив, что у меня получилось это сделать. Конечно, другой момент, что я прошу контролировать уровень спарринга, они для профессионалов. То есть, когда приезжают ребята, там, разрядники, да, допустим, или КМС, там, сколько раундов делаешь. Как правило, все, кто сюда первый раз приезжает, все говорят, да сколько угодно. Я уже устал это слушать, а потом мы отскребаем X-ринга. Чем это плохо? Не только для тебя, а для твоего здоровья. Я профессионал, допустим, я готовлю к бою, там, 10 раундов. Ты говоришь, я с тобой сделаю, там, 10 раундов. Я говорю, отлично, все, мне как раз нужен такой спарринк. Ты выходишь, во втором раунде я тебя ломаю, и ты падаешь за ринк, выпадаешь. А у меня еще 8. Я вот стою, жду. Ты, получается, не доработал? Я не доработал. А это что, шутки, что ли? Я к бою готовлю. Возможно, к титульному. Пока тебя там от ринга отскребают, пока в чувство тебя приводят. Я стою и жду. Пока мне дадут кого-то другого, если дадут вообще. Вот этим плохо. То вы себе здоровье подрываете, но вы еще и портите всю малину. Люди сюда приезжают получить качественный спаль. Да если ты еще пока не окрешишься, если ты не профессионал, ну не надо ты сюда пока еще. Здесь именно профессионалы, которые готовы к плотному боксу, к длинному боксу. Это вот укомплектовали вот такой уже нескончаемый штат вот этих боксеров, которые приезжают сюда с Москвы, Московской области, с других городов. Это как сегмент аудитории. Вот есть сегмент аудитории, который нуждается в качественном спарринге. Вот моя задача и задача зала Калифорния обеспечить вот этот спарринг. Слушай, а допустим для просто обычных ребят, кто увлекается боксом и хочет прийти потренироваться? Это пожалуйста. У нас здесь групповые тренировки. Это оплачиваемые уже спарринги. У нас в понедельник, среда, пятница в 12. Это бесплатные спарринги для боксеров. Поэтому, ребят, для других, кто хочет немножко обучаться боксу, это нормально, пожалуйста. В любые дни у нас есть групповые занятия, утренние, вечерние, да, пожалуйста. Пишите в Калифорнию боксинг, оставляйте заявки, вам перезвонят, все расскажут, все покажут, все скинут. Поэтому эти спарринги они для профессионалов. Тони Фергюсон сегодня у нас в гостях. Это уже закрепилось, да? Вот это уже не спрятаться. Тони, здравствуйте. С кем будете сегодня работать? Сегодня легкий спарринг уже заключительный бой, раунда 4, где пешимов даже, просто спокойный спарринг. Чем будешь стоять? Ну, Алекс скажет, пока не знаю даже. На бой заряжен? Конечно. Соперник у тебя вообще как, есть ему смысл готовиться или может просто сразу выходить и падать? Соперник неплохой такой, интересный. А какой нокаут будет? Ой, я так не люблю загадывать. Просто поработаю, придет, если будет вообще хорошо, если у нас срочно получится выиграть. Давай! Карен Мирзаян! Замечительный спарринг я стараюсь, качественный такой спарринг, не опасный, лишен без шлема спаррингую, чтобы он немножко адаптировался. Бой будет, он 2 месяца спарринговал там со шлемом, а бой будет сейчас все-таки без шлема. Шлем это не на определенной дистанции тоже. Плюс-минус, самое тяжелое в боксе это подготовки. Бой это самое легкое из всего, что может быть в боксе. Самое легкое. Залетел тайфун, на бред лог, как спрот, Кашу рэпера, катана, будто вы бамбук. Это хейт-худ, друг, все со столкнию, Могли каменные джунги, эра филет, друг. Каждый день на треве, будто молодой сахар, На все диалоги, что пиздили могут строго, Идти нахуй рэпер, хоть и с нами в ней, Ставьте голову на плаху, тебе небо по сугрок. Хейт-худ, это манда. Хейт-худ, караван, ама-ама-бадман, Мой блан, твоя панка-ма-панка, капкан. С окончанием подготовки. Давай, молодец, хорошая подготовка. Давай, два раунда на ныжке еще. Ну что, Ваня, с кем стоять будешь сегодня? Как всегда, вот у нас вот ребята есть. Вот сегодня такой легкий спарринг, Крайний спарринг, завершающий эту подготовку. Четыре раунда без шлема, аккуратненько подвигаемся. Стоится неделя до боя, будем так приходить, Стряхиваться, для души тренироваться, Чтоб чуть-чуть соскучиться, проголодаться по перчаткам. На бою-то заряжен? Конечно, конечно, два месяца уже заряжают. Так, только он провел первый бой, Снинули контракт с Америей, сразу ему скину. Сразу же, у меня лежит какой-то контракт с Америкой. Ничего не подписываем, ничего не газуем. Не ждем, а что идет своим ходом. Ни в ком не нужна им сейчас, пока сам набирает. Хочу отвезти его туда и Может делать какую-то карьеру, посмотрим. Приятно, расскажи, пожалуйста, Почему ты выбираешь Калифорния боксинг-клуб? Они от Калифорнии, да? Надо что-то хорошее говорить. Потому что Калифорния это лучший клуб. Слушай, ну, во-первых, Потому что здесь, блин, вообще атмосфера такая домашняя. Пока я в паринг-партнеры мощные, Я люблю, когда меня бьют. Просто доброжелательно, открытые, Поэтому мне здесь комфортно. Приходите в Калифорнию боксинг-клуб. Субтитры сделал Dimaфорния. Я вот здесь почувствовал, что значит профиг. Это, конечно, круто. И я сейчас не про то, что я профиг. Он вроде не старается забить, А удары такие, знаешь. И я думаю, вот он профессионализм. Он расслаблен, в то же время бьет, И голова как будто землетрясение. Вообще жесть. Ну, классно, мне понравилось. Самое главное, хладнокровность сохранять. Но это сложно. Я бы еще с ним постоял как-нибудь. Ну что, ребят, как вы просили, В комментариях мы отсняли, показали, Как проходят спарринги, Профессиональные спарринги в Калифорнии боксинге. Все спарринговали, классные люди приходят. Очень много разных профессионалов. Вот так это все у нас проходит. Дальнейшие темы выпуска вы выбираете сами. Поэтому все, что мне остается, Сочитать ваши комментарии И смотреть, что вы хотите еще услышать, Увидеть от меня, от зала Калифорнии. Спешите, не стесняйтесь. Я всегда на связи. Приходите в Калифорнии боксинг. Боксируйте только в ринге. Боксируйте качественно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok